Уйгурская молодежь Казахстана добивается больших успехов, участвуя в различных международных спортивных соревнованиях. Недавно в грузинском Батуми прошел 8-й шахматный фестиваль. Были отобраны сильнейшие шахматисты из 13 стран, которые соревновались в различных группах. Русалина Абдулаева, 13-летняя уйгурская девочка из Казахстана, участвовавшая в этом конкурсе, добилась больших успехов, завоевав золотую медаль. Русалина Абдулаева родилась 30 августа 2009 года в селе Байсет Эмекчи Казахского района Алматинской области. После пяти лет она поселилась в Алматы со своей семьей. Китай объявил о том, что принял решение о введении санкций против сенатора Джима МакГоверна на том основании, что он вмешивается во внутренние дела страны. МакГоверн был среди тех, кто поддержал законопроект о запрете импорта из уйгурского автономного района в Восточный Туркестан, поскольку уйгурские турки вынуждены работать в качестве рабов. Министерство иностранных дел Китая заявило, что МакГоверн выступил со словами и действиями, которые подорвали независимость, безопасность и интересы Китая, и объявила, что активы сенатора заморожены. Кроме того, ему запрещено совершать транзакции внутри страны. Также МакГоверну и его семье запретили въезд в Китай. После убийства лидера Хамаса Исмаила Хани в столице Ирана, Тегеране, Анкара последовательно осудила это убийство. Верховный лидер Ирана Айатолла Али Хаминей заявил, что Израиль подготовил почву для сурового наказания. Хаминей заявил в среду, что долг Ирана отомстить за инцидент, совершенный в Тегеране. Госсекретарь США Антони Блинкин заявил, что в США не знали заранее об убийстве Исмаила Хани и главы Хамаса, и что США не причастны к этому. После смерти Хани заочно по всей Турции были проведены заупокойные молитвы. Члены организации гражданского общества собрались после молитвы и осудили израильские атаки с лозунгами. Китай завершил строительство моста к озеру Пангонг в Гималаях, где между двумя странами существует пограничный спор, несмотря на противодействие Индии. Спутниковые снимки, сделанные 22 июля, показали завершение строительства моста, построенного Китаем через озеро Пангонг в Гималаях, и начало движения транспорта по мосту, сообщил телеканал НДТВ. Президент Тайвани Лай Цзин Дэ призвал страны объединиться перед лицом китайской угрозы. 30 июля 2024 года Лай Цзин Дэ принял участие в саммите Китайского межпарламентского альянса. В саммите приняли участие депутаты и члены парламентов из более чем 20 стран. Угроза со стороны Китая любой стране – это угроза миру, заявил на саммите Лай Цзин Дэ, подчеркнув законодателям из более чем 20 стран, что они должны объединиться против китайских властей. Администрация США объявила о приостановке помощи Грузии в размере 95 миллионов долларов из-за спорного закона об иностранном влиянии. Госсекретарь США Энтони Блинкин в заявлении из аккаунта X заявил, что Вашингтон прекратил свою помощь Грузии.